Ребята, за веселье, угощайте, за веселье Не, я с Дашей ребятами, мы Мишеля Скальник Что случилось? Ты можешь мне открыть? Не, а ты же ухой Что случилось? Да Крис позанял пьяную стельку Да, веселье только начинается Мишеля очень встала от меня Она думает, что я люблю тебя И спала много времени На 10 дней, которые вы в Италии Она расстроена, я боюсь, что бы с ней ничего не случилось Я не знаю Мак, ты если что слышишься за главного, я подшигал Все, удачи Спасибо, братан Я могу тебе помогать Нет, я помогал Просто дай мне текст, я хочу вернуться к Крису А ты точно не хочешь сгонять за пивом? Мам, друзья, я пришел бы дома Можете проверить, пожалуйста, еще раз? Ну что, девочки, вы ее нашли? Она здесь? Пап, я... Не знаю, как тебе объяснить Проходила дешевле, уехала обратно в Нью-Йорк Где-то там, в центре Манхэттена Ее жизнь скрыта секретами И она никогда не мечтала Что-то в ней поменять Где-то на крае Непитера Ее счастье очень сомнительно Но она с этим справится Этот челлендж сможет принять Ты встречаешь людей Ты заводишь друзей Ты влюбляешься с сердцем горячим Кто-то предан тебе Кто-то предан тобой Кто-то скоро предаст, не иначе Среди множества дней и одиноких ночей Ты поймешь, что твое и надолго Кто-то будет беречь Кто-то рушить и сжечь И сердца разобьет на осколки С кем ты станешь врагами? С кем ты станешь друзьями? Кто-то маску сменил Кто-то душу открыл Кто-то стал тебе сниться ночами И нельзя угадать И нельзя предсказать Как кружит ураган наших судеб Ты доверишься судьбе И, конечно, себе В жизни встретятся разные люди Разный наш мир Разные мы С кем-то нам дано повстречаться Кто-то в прошлом должен остаться С кем-то нам дано повстречаться Кто-то в прошлом должен остаться С кем-то нам дано повстречаться Кто-то в прошлом должен остаться Ой, это Андрей. Да, Андрей. Я только дозвонился до тебя. Миша мне звонила, просила деньги, сказала, что домой не вернется. Это экстренная ситуация. У нее телефон сейчас отключен, я переживаю, что случилось? Андрей, прости меня, я не уследила за Мишель. Я сама не понимаю, что произошло. Они поссорились с Катей. Мы ищем Мишель везде. Обзвонили всех ее друзей, знакомых. Мы сейчас находимся в отеле. И здесь мы узнали, что сюда прилетал и останавливался какой-то ее друг-американец. Катя, как его зовут? Эдвард Карлтон. Эдвард Карлтон, ты знаешь такого? Я так и знаю. Опять он. Как же эти Карлтоны меня уже задолбали. О, Карлтон is probably just going to bring her some dengue. That poor guy is just crazy about her. Oh, he is definitely not poor. О, God. If she had a bit of brain, she would have married that junior Карлтон. And stop looking for dengue from our family. Да, Мишель с этим Эдвардом встречается уже давно. Видимо, он решил приехать в Россию, помочь ей финансово. Ну почему там... Она мне звонила, что-то тут не складывается. Она просила деньги. Андрей, я даже боюсь тебе об этом говорить, но нам кажется, что Мишель с этим американцем улетела обратно в Нью-Йорк. Мне не надо нотаций, мне не надо советов. Я сейчас ухожу, и прими просто это. Без фальшивых прощай, без страданий в соцсети. Я не делаю так, что Мишель с этим эдвардом. Я не знаю, что-то не надо изменить эту старенькую логику. Что-б вернуть, ты пытался. Не хочу, чтобы искал, и потом унижался. Очень долго ждала, чтобы все изменилось. Но сейчас поняла, что все вновь исходилось. Я не такая, как все... Почему ты такая эгоистка? Ты что, сбежала из дома? Да я знала, что у меня есть сестра в Америке. Но мама говорила, что твой отец не хочет с нами поддержать контакт. Я не такая, как ты. Ты заставляешь мечты уйти, как умирать. Ты хотела бы свободно... Катюша! Иди! Приехала Мишель, познакомься с сестричкой. Привет, я Катя. Мишель. Мы сейчас находимся в отеле его папы. И нам сказали, что он покинул отель где-то с полчаса назад. Как раз в то время, когда пропала Мишель. Так что вы так тормозите? Просто покажите фото Мишели и спросите, видели ее с ним или нет. Извините, скажите, вы случайно не видели эту девушку с мистером Карлтоном? Нет, ее с ним точно не было. А вот эту даму мы часто видели с Эдвардом на протяжении всех четырех дней. Эту? Да. Нет, вы, наверное, что-то путаете. Да нет же, не путаю. Точно, она была с ним. Всегда, когда он возвращался, и уходил. Катя, что эта женщина говорит? Пап, я могу все объяснить. Катя, ты знала все это время, что Эдвард в России, и не сказала нам ни слова? Мишель об этом знала? Нет. То есть никаких дополнительных после школы у тебя не было? Так получается? Мам, давайте поедем домой, и я вам все объясню. Теперь я понимаю, почему ты не так общалась с Мишель последнее время. Ты хотела увезти ее у американского парня? Да нет, вы все не так все поняли, и вы, и она тоже. Алло, Андрей, извини, что молчала, у нас тут такие разборки. Я понимаю, что Катя знала намного больше, чем мы думали. Нам нужно полчаса, чтобы добраться до дому, и мы разберемся, я тебе потом перезвоню, хорошо? Все, на выход, едем домой. Не будем здесь устраивать прилюдный скандал. Дина, что она хотя бы нас будет ждать около подъезда. Да, я столько раз звонила, она опять отвечала. Да уж, Катюка, я представляю, что у вас там произошло. Я бы на Юлисе тоже бы не отвечал. Да, пап, ты не лезь, ты ничего не понимаешь. Мы дойдем до дома уже и поговорим нормально. Ну, доченька, давай рассказывай, что ты делала целую неделю с этим молодым человеком в гостинице? Ну, он приехал к Мишалю, увидел ее с другим парнем. Каким парнем? Ну, с Крисом, который из нашей школы, в котором в последнее время она выходила, гуляла. Ну, ты же говоришь, он нас с ним не встречается. А что получается? Ну, как вам сказать, они не встречались, но, в принципе, проводили очень много времени вместе. Эд приехал, увидел их вдвоем, как они выходили из машины, как они гуляли. Я их встретила нечаянно просто. Решила показать им город, чтобы он просто не чувствовал себя одним. И, в принципе, он мне рассказал, почему они расстались с ней. И их, не знаю, при расставании реально было ошибкой, потому что Мишель не поняла все то, как надо. Катюшка, скажи честно, тебе нравится этот американец? Мишель тебя, наверное, преревновала, и поэтому поссорились. Мам, он мне нравится, но это не все так, как вы думаете. Я вообще не собираюсь его ни уводить, ни как притягивая к себе внимание. Просто так получилось, что мы проводили много времени вместе. Мне он нравится, честно, он не такой, как все наши парни. Какой-то уделяет больше внимания, он более заботливый. Не знаю, честно, как это объяснить. Ты понимаешь, что это очень подло по отношению к сестре? Пап, ну почему подло? Я же ничего такого не сделала. И она мне сама говорила, что не хочет быть с Эдом. Ей нравится Крис, нравится проводить с ним время. При этом то, что они поссорились с ним, перестали общаться, это не значит, что мне нельзя смотреть в него. А почему они расстались? Ну потому что Мишель увидела его фото с девушкой какой-то в кафе в Америке. И ей просто преподнесли это так, что будто бы он вышел с ней на свидание. Но на самом деле вообще не было так. Эти фото были из-за того, что он встретился с девушкой, чтобы она ему помогла сделать визу. Но Мишель просто здесь поставила точку, они после этого больше не общались. Да уж, знаем мы таких, не изменяем. Знаем мы этих американцев. Вначале тебе голову обморочил, потом сестре. А папа, перестань, никому не обморочил голову, он реально хороший человек. Да, из-за этого хорошего человека Мишель пропала, и вы поссорились. Они столько для нас хорошего сделали. А чем мы оплатили? Так держать. Ну что ж, Саня, сегодня у тебя будет хороший день. Я потеряла парня, потеряла сестру, потеряю работу. Но твой брат получит шанс на здоровую и счастливую жизнь. Никогда не знаешь, кто твой друг, а кто твой брат в этой жизни. Ну, почему она тогда это выложила? Она же так дорожит своей Америкой и карьерой. Рита, подумайте вместе с Катей, где она еще может быть. Обзвоните все больницы. Я вам перезвоню. Значит, она простила тебя. Так нужно принимать решение. Найди ее паспорт, фото, все данные. Позвоните в полицию. Узнайте, в чем она была одета. Да, вы выходили тогда вместе с ним из машины. И помнишь, я подбежала к тебе и позвала тебя срочно поговорить. Так вот, в конце дороги сидел Эд. И, соответственно, он увидел тебя, что ты была с Крисом. Очень романтично, Катерин. Слушай, я из всех этих разговоров до сих пор не поняла, что он здесь делает. Что, зачем он прилетел в Россию? Продолжение следует...